А тут, ну да, Навальный, хороший парень, конечно, крутой, но вот, что случилось в Хасаверде? На самом деле, в понедельник полторы тысячи детей не пошли в эту школу, про которую вы, наверное, посмотрели фильм на моем ютуб-канале. Фильм, который сняли люди, показав, что эта школа разваливается, в ней нельзя находиться детям. Сергей Олегович Мельников — это не его вина. Я сейчас совершенно не апологет Мельникова, просто говорю, что он только заступил. Это вина тех, кто возглавлял Дагестан для него, до него. Это вина Васильева и, значит, Сдунова, его главы правительства, и, значит, министра образования. Понимаете, это вина того, кто был до Васильева, Абдуллатипова. Понимаете, это вина, собственно говоря, Магомед Салама, который был до Абдуллатипова тоже. Вот они допустили так, что в то время как в Дагестане, как грибы, росли с шикарной дворцы, просто с шикарной дворцы. А вот эта школа в Хасавюрте, несмотря на то, что на нее выделялись деньги, на ее ремонт, ветшала, ветшала и ветшала. Вот акт неповиновения гражданского, сопротивления беспределу и произволу коррупции, когда полторы тысячи детей не пошли в школу, потому что чеченцы, акинцы, живущие в этом районе Хасавюрта, приняли такое решение, и ни один не предал, ни один не сдался. Это, может быть, круче, чем 40 тысяч в Москве вышли на митинг, честно вам скажу. Надо просто понимать реальность Дагестана. Уже в понедельник опера ездили по всему Хасавюрту и выясняли, кто снял фильм, да кто там передал Шевченко, да людей прессовали, учителей прессовали. Напрасно суетитесь. Никто, во-первых, никого там не выдаст, не боятся там вас. А во-вторых, как говорится, и понимая, что не Хасавюрта, потому что дети местных сотрудников полиции тоже в эту школу ходят, и, наверное, тоже не пошли туда. Это как бы решение правильное, и по всей стране такие решения могут быть приняты родителями. И никаких не надо там митингов, ничего, это страшно для них, потому что это на самом деле именно то, что происходит в стране. Страна перестает их бояться. Страна, если уже в Дагестане перестают бояться, в Дагестане с залитой кровью за эти годы, то что говорит по всей стране? Это то, что власть понимает и что ощущает. Теперь мы переходим к моему пониманию.